Здравствуйте, меня зовут Евгения Сазонова. Мы находимся на заводе Дорпластинвест. Недавно на брифинге представители перерабатывающих предприятий рассказали о том, что пластиковые отходы из Казахстана массово вывозят в Россию. Из-за этого местные заводы по переработке PET-бутылок остаются без сырья и простаивают. Таким образом убытки несут не только предприниматели, но и бюджет недополучает в виде налогов. В Казахстане ежегодно образовывается 90 тысяч тонн пластика и практически 3 тысячи тонн перерабатывается. Это порядка 3,5% всего объема загрязнений. В стране работает 14 заводов по переработке ТБО. Они могут перерабатывать ежегодно 60 тысяч тонн отходов. Однако на сегодня эти предприятия загружены лишь на 20-25%. Вот эта линия перерабатывает 200 тонн бутылки. Три степени очистки. То есть сода, вода, пар. Сейчас стоим, потому что бутылки нет. То есть она готова к работе. А когда у нас? Последний раз ее включали. В прошлом году, в декабре. То есть уже больше полугода? Да. Простой связан с тем, что мы не имеем возможности купить бутылку. Нам ее никто не продает. Почему так получилось? Потому что сборщикам и полигонам выгодно продавать Российскую Федерацию. У них долгосрочные контракты и цена. То есть, возможно, там какая-то существует схема работы, которую мы не знаем, которую должны установить следственные органы. Я так думаю, уже пора это сделать. И выяснить, почему наши, как говорится, сборщики не готовы работать с казахстанскими переработчиками. Какую цену дает Россия? Россия на сегодняшний день дает за килограмм непереработанной бутылки 360 тенге. Доходит иногда до 380. А вы сколько готовы платить? Для нашего производства небольшого я готова платить 120 тенге на сегодняшний день. Я была готова покупать у них по 250. Но мне сказали, даже если ты дашь такую цену, как и россияне, мы тебе не продадим. Готова платить разумную цену. Разумную цену, когда каждый полигон раскроет стоимость своей сборки, себестоимость, чтобы не было сверхпобилей. Интересен путь пластиковой бутылки. Мы покупаем напиток в магазине, выпиваем, а затем выбрасываем его в мусорное ведро. Мы выбрасываем в контейнер, где его вывозят уже на полигон. Получается, в цену напитка уже входит стоимость бутылки. Также мы платим в квитанциях за вывоз мусора. Когда бутылка попадает на полигон, ее цена становится 360 тенге за килограмм. И вот здесь не очень понятна эта цена образования. И самое главное, что она скрывается. Не очень понятно, из чего складывается эта цена. Были выезды непосредственно на полигоны, где вся комиссия могла убедиться, как мусорные машины заезжают мимо сортировочных центров и выгружается весь пластик на полигон непосредственно, где физические лица лазают, собирают эту бутылку, заезжают машины непонятные. Это все в биг-бегах грузится, увозится в неизвестном направлении. В этой комиссии были также представители Акиматов ЖКХ, где мы им напрямую от комиссии задавали вопросы, а что за машины, а что за люди. На что был ответ. Мы разберемся, мы разберемся. И тишина. Вот линия ПЭТ-ленты. Мы тут уже готовую продукцию вывезли на склад. Это вот сейчас то, что у нас сброс идет, мы перерабатываем. Вот такую ПЭТ-ленту мы производим для упаковки грузов. Тоже сейчас стоим, потому что сырья нет. Остановились буквально, последние переработали позавчера. Вот ПЭТ-лента, она уже упакована и идет на продажу. У меня ПЭТ-лента стоит 11 тысяч тенге, когда россияне ее здесь продают по 16-18. Если я буду покупать бутылку по бешеным ценам, которые мне предлагают полигоны, то, соответственно, моя лента будет дороже стоить, чем российская. Мне придется закрыть производство. Вот эта партия была недавно закуплена в Киргизии по цене намного дешевле, чем предлагают в Казахстане. К сожалению, ее недостаточно даже для того, чтобы просто запустить ленту. Вот из крышки мы производим биозагрузку. Она используется для очистки прудов. Для очистки что? Прудов. То есть для рыбных хозяйств. Это фильтра, которые загружаются в УЗП. В Казахстане производим только мы данную биозагрузку. Заказы очень большие, поэтому как сырье появляется, так делаем. Пока у нас, как говорится, нашей межной элите этот бизнес не был интересен, мы работали спокойно. Но вот уже на протяжении, я даже скажу, 7-8 лет все хуже и хуже, а последние 3 года вообще ноль. Просто ни один инвестор, ни один разумный человек не будет вкладывать деньги в переработку в отсутствие сырья, когда нет стабильного поступления сырья. Если будет стабильное поступление сырья, и, соответственно, здесь наладится рынок по приобретению этого сырья, то, соответственно, будет развиваться промышленность. У нас есть Министерство индустрии и развития, которое, в принципе, должно отвечать за развитие индустриальное, с самого названия вытекает, Республики Казахстан. Мир, как никто, должен быть заинтересован в импортозамещении, в появлении новых производителей. Соответственно, это сырье валяется у нас под ногами, и на этом можно развить хорошее производство и стать страной-экспортером готовой продукции с добавленной стоимостью. Но пока это миру не интересно. Соответственно, Казахстан, как всегда, называли сырьем-придатком России, либо еще какой-то другой страны. Получается, что мы остаемся сырьем-придатком. Определенные лица продают просто бутылку, вложат деньги в карман, не всегда легально это показывают, а в итоге просто индустрия в этом направлении не развивается. И наплевательское отношение к этому вопросу. Соответственно, люди нетрудоустроены, производство простаивает, мы вынуждены готовую продукцию завозить из-за рубежа. Соответственно, мы просто потребители. И будущего никакого не будет, если эта ситуация в корне не повлияет. Это сырье не нужно добывать каким-то особым способом, как нефть, газ или уголь, или руду какую-то. Вот полигон. Но почему все боятся, в том числе и Акима, какого-то начальника полигона? С чем это связано? Кто за ними стоит? Кто-то на эти вопросы должен ответить, потому что все это умалчивают. Сейчас основное требование предпринимателей состоит в том, чтобы ввести запрет на вывоз сырья за границу, запрет на полгода. Понятно, что это очень маленький срок, однако за это время можно будет увидеть реальную картину, которая сейчас творится на полигонах Казахстана. Поехали! Продолжение следует...